Приветствую вас! Я, конечно, понимаю, что вы сейчас переживаете достаточно сильные чувства, я понимаю, что у вас бурлят эмоции, вот. Знаете, мне кажется, что в первую очередь вы всё же немного не уверены в себе. Мне кажется, что вы сомневаетесь в себе, недооцениваете себя, потому что здесь будет себя ненужной, как вы говорите. А самое главное то, что ваша влюблённость на этом фоне выглядит как не совсем любовь, да, к человеку, не совсем какие-то вот именно чувства к человеку, а ваша влюблённость выглядит в данном случае так, что вы вот через молодого человека, да, хотите просто реализовать что-то, что вам нужно. Вот. Понимаете? То есть я, опять же, не берусь утверждать наверняка, да, то, что я говорю. Ну, мне почему-то показалось, мне почему-то показалось, что именно так обстоят дела, и если я вправду, это очень тревожный сигнал, потому что, ну, в противном, потому что получается, что вы через чур зависимы от человека. Вот. Так что здесь я думаю, что есть у вас определённые причины, видимо, сомневаться в себе конкретно. То есть есть что-то, по какой причине, по какой-то причине, по какой-то причине вы сомневаетесь именно в себе, именно вот, в том, значит, что вы кому-то нужны. Вот. И, соответственно, если вы сомневаетесь в том, что вы нужны, вот, то здесь можно поднять вопрос о том, насколько вы нужны себе. Вот. Насколько вы нужны именно сами себе, насколько вы уверены в себе. Вот. То есть это, конечно, очень важный момент. Дальше. По понятным для меня, но непонятным для вас причинам, мужчину вы называете мальчиком. Вот. Это тоже далеко не лучшая история, которую вы можете реализовать. Потому что, как я уже сказал, да, если вы в себе не уверены, то получается, что мужчина вам для чего-то нужен. А если сложить ещё и то, что вы называете его мальчиком, то вообще откладывается такое впечатление, что к мужчинам у вас отношения весьма и весьма, ну, весьма и весьма... Такое, знаете, может быть, предвзятое, может быть, категоричное, вот. То есть, ну, тут нужно смотреть, тут нужно смотреть, так или иначе. Вот. То есть, почему мальчиком? Почему мальчиком вы назвали мужчину? Вот. Я, конечно, всё понимаю, но на мальчика, ну, я уверен, что мальчиком он не является. Я в этом более чем уверен, и также я уверен, что вы это тоже знаете. Вот. А дальше, дальше. Значит, что происходит? Мужчина действительно стесняется. Мужчина действительно боится, боится, возможно, вас опугнуть, не ведать то, что мог вам понравиться. Вот. И действительно он, ну, не умеет, не умеет вести себя с женщинами. Вот. А, значит, поскольку вы общались с личиком в шутку, да, то есть, ну, было много, много шуток у вас в общении, то мне кажется, что вам не мешало бы, как минимум самостоятельно, да, ему сказать, что у вас к нему есть симпатия, или что он вам нравится. Вот. Я думаю, что это, по крайней мере, уже подстегнёшь его к тому, чтобы он что-то делал. Вот. А то здесь часто думать, что вы, может быть, его просто не используете, но, может быть, играете, там, с ним и так далее, что, может, ему, конечно, не нравится. Вот. И так как, если вы искаете ему о своей симпатии, да, то, соответственно, это уже не даст ему возможности понимать ситуацию двояко. Вот. Значит, что-то вы пишете, вот, что мне сейчас делать, да, написать ему или подостать. Я сильно влюблена и в ожидании сидеть не могу, но это, на самом деле, является противоречием, потому что, если вы не можете ждать из-за своей влюблённости, то, наверное, скорее всего, вы напишете ему. Вот. А если вы, как бы, ну, готовы, понимаете, тогда, то, тут, тут, на самом деле, лучше будет продать пока верят его друзья, потому что, все-таки, друзьям он тоже, тоже что-то должен. Вот. А человек, я уверен, обладает такой гиперответственностью, да, и если он будет разрываться между друзьями и вами, то у него будет чувство вины и перед вами, и перед друзьями. Ну, короче, ничего хорошего из этого не будет. Вот. Поэтому, если вы хотите отношения выстраивайтесь нормально, вот, то самое лучшее, что вы можете сделать, это, ну, просто ему что-то написать, да, такое, не особо обременяющее, вот, чтобы он, ну, просто, вот, знал, да, что, что вы о нём помните, что вы его, что он для вас важен, и так далее. Вот. Вот, в принципе, и всё. А дальше просто надо будет подождать, пока его друзья верят, и там уже, собственно говоря, написать. Вот. Что-то мужчина в себе не уверен, да, это, безусловно, присутствует, и я хочу вас предупредить о том, что вполне может быть такая история, что он всегда будет таким пассивным, и, в общем-то, вас, он не будет проявлять активности такой, какой бы, какую бы вы хотели. Вот. То есть, если вас, к примеру, не пугает вероятность того, что вам нужно будет в то время проявлять инициативу, если вас это не пугает, то смело в эти отношения вступать. Вот. Значит, как я уже сказал, да, как я уже сказал, наверное, больше к этому возвращаться не буду, просто, ну, просто мне бы хотелось эту тему всё-таки закончить. Вот. Как я уже сказал, вы не уверены в себе, и именно из-за этого вы не можете определить засынчивость, отделить, отличить засынчивость от, значит, безразличия. Вот. И, по-видимому, есть ещё у вас некий страх того, что ну, что мужчина вас там не заметит, что мужчина отнесётся к вам поверхностно и так далее. Возможно, есть страх быть одной. То есть, есть страх одиночества. Возможно, есть страх сближения. Но это, конечно, не точно, потому что, ну, это неизвестно, если у вас это или нет, это нужно выяснять. Вот. В целом, ситуацию лучше не форсировать лишний раз, потому что это может его отпугнуть. Но, если вы дадите информацию о своих намерениях, да, мужчине, если вы донесёте ему свои чувства, это будет, как минимум, неплохо и, как минимум, это будет полезным для него и для вас. То есть, вы дадите ему таким образом возможность себя проявить. Ну, а то, что вы можете на свой счёт воспринимать его какие-то действия, его какие-то поступки, это, конечно, на мой взгляд, является весьма, весьма негативным, на мой взгляд, является весьма тревожным знаком и, в общем, в общем, свидетельствует о том, что в себе, вероятно, вы так всё-таки не уверены. Вот. И если у вас есть какие-то сложности, да, то с этим нужно работать отдельно. На тот же период, пока он с дружнями, да, вы можете ему писать, но тем не менее, не давить на него, не прессовать, и уж точно не говорить о чувствах, потому что сейчас не самое подходящее с этого время. Но можете не держаться его делами, чтобы проявлять своё внимание к нему. В целом, мне показалось, что ваши чувства стонтанные, такое взрывное, и за ним, как правило, стоят определённые желания, поэтому здесь я рекомендую вам не спешить, надеяться особых не строить. Вот. И, так сказать, выверенно, выверенно совершать поступки, выверенно направлять своё поведение. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, и удачи! Отлично! Удачи! Поехали!